Девушки отдыхают 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 КВН, которую вообще открыли как команду Федора Двинятин, нас пятерых, мы там были могучей кучкой, то мы уже, если честно, с Афиком мы шли немного поперек. И по этому поводу нас, может быть, гнобили, но мы были королями тусовки. Мы не были вообще в рамках, даже не в рамках, мы даже рядом с рамками не стояли. Там есть такие сборы КВН, каждый год в сочинский фестиваль смотр войск юмористических выступают, показывают там 4,5 минуты. Каждый год мы выступали, все зрители смеются, а высший пласт КВН и руководство говорило, ой, это ужас, это какой-то кошмар, это они не причесаны, это какие-то пьяные панки, давайте-ка дальше, пусть дальше, дальше, дальше. Это игра не просто веселый цирк, это игра умных, точных, веселых, остроумных и при этом людей-граждан, а не людей-клоунов, это не цирк и этот КВН цирком никогда не будет. Когда уж у нас потом взялись, я не могу объяснить в чем прикол, то ли это ретроградный Меркурий тогда начался, то ли что-то сошлось, то ли нас с закрытыми глазами, как говорится, пустили в телевизор. Но когда увидели, что настоящие зрители в зале хохочут, смеются и аплодируют нам, тогда, наверное, потихоньку, 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 ну, начали нас говорить, ну, это ладно, это юродивые, ну, это ладно, ну, че уж ты с них взять, ну, покривляются и ладно, у нас еще есть команда получше, их 15 штук. Ну, это да, ну, Сашка этот юродивый, что-то покривляется, что-то скажет, ну, и ладно, как бы знаешь, вот такое. Когда вот мы узнали, что ты к нам придешь, я начала пересмотреть, пересматривать всякие вот старые кавэновские записи. Конечно, интересно было смотреть на реакцию Маслякова. Ну, как бы вот, у меня было такое ощущение, что… Мне тоже, если что, я тоже. Францы и кривляния, ну, вот он прямо вот искренне ненавидит вас, что его это так дико бесит. Мне это показалось? Честно, он не скрывал это. Александр Васильевич всегда говорил, на всех показах, кричал, там были матные слова из зала, что это такое, кому это вы будете показывать, что, почему, как, вы что, где гражданская позиция, где реприза, где литература, мы говорим самостоятельно, но есть же литература, мы же не… скажите, мы нижние одноклеточные, которые как бы что-то, одели ботинки и скачем. Все, у нас все было продумано. И самое смешное, наверное, самое… меня, как вы сказать, будораживающее вообще в КВН, мне очень всегда хотелось сделать вопреки ему. Я не знаю, почему. Он был такой, как бы, катализатор моих мечт. То есть, надо как бы подойти… там был какой-то момент, что там существовали редактора, и он им сказал, пусть Саша ко мне не подходит в этом номере, и вообще пусть ко мне не подходит, вот он играет на сцене хорошо. Они мне зачем-то это сказали, я же как красная тряпка для меня. Я такой, окей, если так хотите, хорошо. На генеральном проговоре не подхожу, там, по кассе не подхожу, а на игре, думаю, что же я стою-то, давай-ка подойду к нему. Во время игры, пока там ребята показали номер, я к ним подхожу, говорю, Саша Васильевич, ну как вам, хорошо? И он прям пунцовый весь от злости, показать ничего не может, это гража, а меня это как-то заводило. Я не знаю, почему может я плохой человек. Ну, он явно тебя хорошо подпитал. Слушай, я, конечно, не большой специалист КВН, но вот в моей картинке мира, да, в сущности был… вообще вот вы в сущности это были такими последними яркими… последним ярким событием в КВН, и такая вспышка сверхновой, после которой там, ну, что-то еще происходило. Но вообще, как бы, на самом деле, никому же не интересно. Дело в том, что мы выступали еще в очень такое переходное время, когда YouTube еще не стал королем всего нашего мозга, когда еще телевидение еще было… юмор еще жил, как сказать, шутка могла жить месяцами, там еще полгода, а сейчас же все это 3 секунды, мгновенно все… уже шутка-перешутка, мем, тут же ответная реакция… и КВН, конечно, умер, потому что… как сказать… четыре игры в год… это… значит, уже сейчас ребята снимают, а покажут это через месяц, это уже старо. Конечно, выглядит, как будто молодые старички выступают. Вот, допустим, мы могли использовать старые записи, старые шутки, когда в других городах, а сейчас же это невозможно, потому что все это выкладывается в интернет мгновенно, и все люди знают, все смотрят и живут в другом информационном поле. И нам в этот момент немножко повезло, мне кажется, тогда. Я понимаю, что как бы тебя подпитывала эта история с публикой, которые тебе говорили, что вы молодые, крутые, они все старперы, не обращайте внимания, но тогда, в тот момент, когда он говорил, что у вас низкое IQ и на низком IQ КВН не делаете, тебе это все равно задело, ты как бы ушел со сцены. Да, да, да. На самом деле там же убрали… там огромный кусок вырезали из эфира, я очень хорошо помню этот день, там просто в этот день мы выиграли, по-моему, или первое место заняли или поделили первое место, и Александру Васильевичу тоже это не очень понравилось, и он на весь зал попросил сделать смс-голосование, правильно ли команда КВН Петр Двинятин выиграла, считаете ли вы верным, он так был, считаете ли вы верным, что команда победила в этой игре, шлите свои смс-ки, что-то такое, какая-то такая-такая, я такой стою на сцене и говорю, ну я даже не на Слава Гусман обиделся, Александру Васильевичу, ну вы же нас лично брали в вашу игру, ну вы же понимали, какие мы, вы же видели нас до этого, почему вы сейчас делаете так, как будто вы от нас отнекиваетесь, как будто мы к вам как рыба прилипала к большому киту, присоединились и вашу рыбку там подсасываем. Слушай, бог с ним, с КВН, актуальный на сегодняшний день ты, если бы меня попросили объяснить феномен Гудкова, да, я бы сказала, что это такой удивительный чел, который с одной стороны может поучаствовать в невероятно каких-то красивых небесных клипах группы СБПЧ и при этом искренне угорать от Гогена Солнцева, да, человек, который вообще может быть счастливым от того, что там залил говном Николая Баскова, но при этом снять супер модный клип Муси Тотибадзе. Вот и это вообще не конфликтует в нем, как-то супер органично уживается. Я правильно это все чувствую? Наверное, больше всего в жизни меня превращает талант. Талант и не, как сказать, вот, я не могу подобрать это слово, когда вот я вижу, когда стараются, когда вот хотят понравиться, меня это коробит больше всего в жизни. Вот синдром отличника, когда вот он и танцует, и пляшет, и шутку скажет, и такой он прям, и газа, и так он одевается хорошо, и это прям видно, что он старается быть, а внутри он как бы, вот, и это у меня, конечно, всегда, вот это главная моя, ну точно не любовь, а вот это вот больше всего, против чего я в жизни иду, вот против вот такого какого-то старания, когда тебе не дано, а когда вот просто вот искренне и Муся, и СПВЧ, и тот же Николай Басков, где, когда искренне подходит и говорит, Саш, вот такой, я говорю, вот такой, пойдемте, да, и когда искренне, с горящими глазами делает то-то-то, самоиронизирует над собой и вообще готов на любой, на любой какой-то шаг, который от него не ждут. Вот это, наверное, это я вообще, конечно, сейчас возвращаюсь уже именно к роликам, но внутри меня вот всегда я сражался именно вот какой-то вот системе вот этой репетированности, вот этой вот заученности, наверное, всегда вот это старался, не знаю, вот сейчас я думаю, что всегда старался это как-то репетировать. Короче, я поняла, главное, чтобы и трэш, и арт-хаус был неподдельным, да? Вот если они неподдельные, потому что, ну, как бы сравнивать Баскова с Кириллом Георгиевичем, как бы не очень правильно, мне кажется. Не очень правильно, но... Но и тот, и тот неподдельный, один в своем трэше, один в своем арт-хаусе, правильно? Кирилл Георгиевич для меня гуру, и Николай, не знаю, отчество Баскович, давай скажем, для меня тоже как бы гуру в своем деле, но все равно мы существуем все в одной какой-то вселенной сейчас, потому что все, как бы мы все превращаемся в такой гигантский мясо-суп софиком, мы все варимся в одном котле. Раньше были эти раздельные кастрюли, а сейчас все в одно. Я получаю очень много критики по поводу того, что вот разберись сначала, потом делай. Ну, понимаю, я, конечно, металлург, у меня техническое образование, я не учился на искусствоведа, а не на киноведа, но что делать, время каких-то таких... Я сам, на самом деле, против КВНщиков в кино всегда вот был, очень всегда, всегда писалось то, что когда там зовут в кино, допустим, я никогда не соглашался. В кино должны заниматься только актеры, потому что они для этого созданы. А КВНщики, мы все ремесленники, мы должны брякнуть, вякнуть, эпизод не сыграть там какой-нибудь и все. И по этому поводу, когда КВНщик написал, там кино КВНщик написал, всегда такое у меня внутри все равно есть. Но есть мне вот этот червь внутри. Ну, мне кажется, что этот червь внутри как раз тебе позволяет также в команде вечернего Урганта, это твоя ответственность, да, следить за всем актуальным. Там компания людей, 60 человек, мы все... Знаю, я знаю, но вот, пожалуйста, не скромничай, ты все равно один из главных. Ты как бы всю эту заразу приведешь на Первый канал, правильно? Да, я являюсь главной бациллой. Иван, это маска защитная, а я как бы чихаю. И вот, если маска дает сбой, то бацилла проходит. А я потом радуюсь. Ой, заразил, ой, заразил. Хорошо, хочу впустить в себя сейчас немного бациллы, потому что я очень стерильно провела 6 месяцев в горах Грузии. Я вообще девушка последние полгода совершенно такая неосведомленная. Что вот сейчас востребовано? Give me такой ликбез. Да я не знаю. Ну, мне кажется, сейчас прошло полгода, это какое-то абсолютное восхищение, наверное, и... это даже не слово не восхищение, а какое-то безраздельное принятие. И вообще, что это абсолютно дано нам, это такое явление, как ТикТок, и все ежи с ними связанное. Вот, допустим, для эшелона шоу-бизнеса это сейчас новая подпитка, как бы капельница, знаешь, лейнек такие существуют, когда прокапываешься чьей-то плацентой. И вот они сейчас берут во всю возможность прокапываться тиктокерами и всем возможным, как бы себя омолаживая. И, наверное, в начале, может быть, или в конце 19-го года ТикТок считался такой платформой очень детской, и никто к нему внимания не обращал. И все, ну, как бы, боже, там, шестиклашки, что-то такое. Сейчас же, мне кажется, все ориентировано только на ТикТок, и это пугает, потому что кажется, что когда тебе моложе 20-ти, ты уже просто ничего не добился, то ты просто зря живешь вообще в этом мире. Я-то точно 37-летний, когда встречаюсь с этими тиктокерами, и говорю, а что же вы дальше-то будете? Вам сейчас 18, вы уже, как бы, там, миллионы заработали, наркотики попробовали, в рехабах побывали, песни записали, на, прости господи, на выпускном 2020 в Парке Горького выступили. Что дальше? Не знаю, просто сгорели, как мотыльки. Ну, вот, я просто тебе сейчас инсайдерскую информацию даю, там, что сейчас, о чем говорят. Ну, мне кажется, вот это вот именно движение ТикТок и вот это некое такое омолаживание вообще всех и вся, да, я посмотрел по поводу как раз выпускной 2020, я знал там только трех человек из звезд, кто выступал. Это была Зиверт, это был Нелета и там что-то еще, ну, кто-то еще, и которые, они вообще молодые, и они уже считаются метрами. Метры, метров 23-25, метры. Ты вообще не приемлешь его, несмотря на то, что понятно, что это наше настоящее и, скорее всего, будущее. Это вообще не твое. Ну, мне кажется, что, как бы, там и так полно людей, которым это нужно. Я боюсь сойти за педофила, если я начну еще, прости их, что я буду трясти еще вайнами, что-то делаю. И так я, как бы, у меня уже мама тоже недавно, Саша, очень много в рекламе. Я говорю, мама, ну так получилось, что вот одновременно вышли несколько роликов. Я же не... Саша, есть такое слово, пересолили. Так что это я тоже, если я еще в ТикТок пойду, ну, что мне там, не знаю. Софико, честно тебе скажу, ближайший год ты меня в ТикТоке не увидишь. Надеюсь, что, и завтра я уже в ТикТоке просто враль, жесткий враль. Но я за ТикТок в том отношении, что ТикТок — это такое народное творчество, это ремесло. Это очень похоже на кжель, на наши всякие палехи. Это вот такое, что нечто русское такое вот выдать. И потом еще похохотать над этим. Это абсолютная органика от того, что ничего не надо придумывать. Хотя, может быть, знаешь, что еще? Сейчас же тотальное время копипаста. ТикТок — это то, что над тем как бы не надо думать. Вот что еще. Какие, знаешь, это как минусы. Я слышу постоянно, что людей отупляет эта соцсеть. Вообще ничего не придумаешь, просто тупо повтори эти челленджи. Ну, хотя бы хоть что-то делай. От тебя это все очень интересно слышать, правда. Потому что я была почему-то уверена, что, ну, как бы, вот это должна была быть твоя следующая ступень. Ну, окей, посмотрим. Ну, тикток хаос какой-нибудь. Давай с тобой вдвоем объединяем тикток хаос. Давай, давай, Саш, я сейчас приеду после вот всего этого и давай. Слушай. Следующий тренд, который даже до меня в горах добрался — это стендап. Стендап — это такой новый рэп, да? Он убрал все. Стендап — это новый рэп. Да, новый дудь как раз вот произнес эту фразу. И по доступности ремесла, и по тому, какую известность он приносит людям, и по тому, какой он доход приносит. Это абсолютно новый рэп. Ты согласен с этим? Согласен, согласен. Рэп уходит сейчас в стендап. Да-да-да. Стендап — это новый рэп. Все уходят в стендап. Все уходят в стендап. Я, я, как бы, не знаю. Это как будто, это хуже коронавируса. Ты можешь, как бы, не быть стендапером, но ты все равно выступаешь в стендап. Ну, а ты не заразился еще? Гудков идет в стендап? Однозначно не мое. Ни тикток, ни стендап. Я абсолютно коллективный человек. Мне нужно постоянно мнение, ребят. Мне нужно постоянно подпитка, ребят. Потому что я сомневаюсь все чаще и чаще в том, что придумываю. И это нужно, конечно, обсуждать. А когда вокруг тебя 8 или 10 пар глаз, которые смотрят с тобой в одну сторону, это гораздо легче все воспринимают. Понятно. КВН-шик, короче. Ну, да. Я не могу из себя это выбить. Для меня, как бы, я работаю с ребятами у нас на нашем YouTube-канале, и в Вечерний Мургант, и в Comedy Woman. Для меня, в первую очередь, конечно, это все коллектив, потому что, ну, Бог, наверное, мне послал такую работу, что и тот, и тот коллектив, я считаю, идеальным. Так оно и есть. Я не могу объяснить. 14 лет Comedy Woman, просто клубок змей, но мы все дружим. Потом 60 человек Вечерний Мурганта, просто как одна семья. Все приходят, говорят, как у вас все так слажено, как все работает каждый день. Ну, не могу объяснить. Это какое-то все реально стечение обстоятельств. Как будто сам... И, наверное, я даже к этому не шел. Само, вот, само в моей жизни это появлялось. И вот, Саш, пойдешь в Вечерний Мургант, там, Денис? Ну, конечно, я по знакомству с КВН. Я такой, ну, конечно, пойду. В Comedy Woman Наталья Андреевна меня увидела в КВН. Саш, надо вот в Comedy Woman? Да, пойдем в Comedy Woman. И вот, не разлей вода. Не могу объяснить. А по поводу стендапов, точно не мое, потому что один я не могу... Вот, я даже вести мероприятие один не могу. Вот сколько бы меня не запихивал, я всегда прошу, давайте в паре. Там, с девчонкой, в паре гораздо легче мне. Давай мы с тобой в паре попробуем. Я так же, как и ты, ненавижу вести мероприятие. Это может быть смешной тандем, на самом деле. Давай, да. Два человека, которые просто тупят на сцене, и не могут произнести ни слова, и трясущим голосом что-то там отчитают сценарий. Это может быть очень смешно. Ну, это новое веховое поведение, понимаешь? Есть же там 15 лучших ведущих, которые говорят безумолку, могут разговаривать 15 человек. А мы с тобой, типа, не умеете и такое. По поводу стендапа, давай еще договорю то, что я очень люблю стендапов чуть-чуть повзрослее. Моих ровесников, потому что я с ними очень дружусь, моих друзей, там, допустим, Руслана Белого, Тимура Каргинова, Юлю Ахмедову. Вот это пласт, который на меня попадает. Из молодых мне очень нравится Саша Долгополов, потому что мне иногда кажется, что он живет такой же жизнью, что и я, и скоро вырастет таким же, как и я, но мне так кажется. Ну, он потому что тоже из космоса. Ну, дело в том, что мне кажется, что 90% стендаперов, я наперед вижу построенную шутку. Как будто у них все заранее, вот по одной схеме, одно и то же лекало. То ли он про девушку там свою говорит, то ли там про папу. И она даже сформулирована так, как будто, ну, как будто я услышал ее раз уже 200. Как лего. Просто переставлены слова, и я ничего нового не могу. Ну да, ладно, хорошо. На этом же построен проект «Прожарка». А вот из старших, ну, например, Гарик, он же тоже как бы с КВН попытался действительно сделать такой большой шаг. Как тебе его стендап? Мартиросян? Я не видел его большой концерт. Вижу, как он работает, импровизируется на сцене. Но, наверное, для своего поколения это хорошо. Ну, не знаю, мне не смешно. Прости. Почему бы была уверена, что ты видел есть этот концерт, потому что там же была эта огромная шутка про тебя тоже. И про простату Мартиросяна, короче, я просто помню это. Да-да-да, это меня Гарик позвал. Но он сказал, что это шутку, что это гигантское, что все что-то вырезали. Не знаю, с какой стороны он ее рассказывает на концерте. На самом деле, для меня было очень большим удивлением, потому что помню, что сижу, я делаю прививку для лагеря Камчатка, от клеща, от энцефалита в другую сторону от столбняка, звонит Киркоров, просто мата мне. Я так и знал, ты что? Вот иди извиняйся, Филипп, что случилось? Ты меня подставил? Все, меня никто ненавидит. Жанна Мартиросяна меня прокляла. Что общего у моего клипа цвет настроения синий и простаты Мартиросяна? И там, и там 30 миллионов просмотров. А я, да подожди, да что, куда? Подожди, дай я хотя бы вытащу шприц из руки. Вытаскиваю шприц. Слава Богу, Comedy Office был недалеко. Бегом, вообще никакого такси, бегом до Гарика, стучусь к Гарику в кабинет. Ну что, говорю, Гарик, привет. Привет, проходи. Я говорю, Гарик, ради Бог, давай просто на чистоту. Ты реально, я говорю, обиделся? Ты же... Нет, я не обиделся, все как бы, все в порядке. Я говорю, у меня Филипп звонит просто в истерике, что там, что ты. Я говорю, изначально там была другая, любая фамилия. Павла Воли, Гарика Харламова, я не знаю, там, кого там еще. Ну, мы поняли, что про тебя никогда в жизни не шутили. Просто тупо присоединили твое имя, твое фамилию к этой шутке. Но еще, когда Филипп сказал, что он точно обидится, я говорю, да не обидится, он на вершине юмористической горы. Он должен понимать самую иронию, он самый главный, говорю, в Камеди Клаб, он точно не обидится. Да нет, судя по шоу, я тебе уверяю, что он понимал и сама ирония была там. Он очень дружелюбно и как-то смешно, добро про это говорил. Ну, так оно и было. Ладно, бог мне, судья. Ладно, теперь давай еще про один очень важный тренд, яркое событие этого лета. Это шоу Comment Out на канале ChickenCurry. Ну, вообще все скандалы дальше связаны с этим. Давай начнем вообще по порядку. Вот в апреле на YouTube вышло довольно массивное полотно, посвященное личности Саши Гудкова на канале Собчак. И Ксюша там говорит, что ты очень точно чувствуешь границы допустимого в юморе. И ты можешь доходить до края, но при этом не переходить его. И вот с этим как раз я хочу поспорить. Потому что мне как раз кажется, что слово границы, ну, вообще не из твоего словаря. Их вообще нет в твоей картинке мира. Ну, то есть, возможно, периодически ты наталкиваешься на них и тебе кто-то напоминает, да, редактора там КВН или Урганта. Но, на мой взгляд, Саша сам как бы про них вообще не думает. Типа, все, граница, дальше нельзя. Это же не про тебя, правда? В общем, наверное, наедине, если бы мы остались с тобой вдвоем, конечно, граница не про нас с тобой вдвоем. Ну, возможно, можно было бы все убрать. Но сейчас во всем инфополе, в котором мы сейчас живем, во всем с этой новой этикой и вообще с тем ощущением политкорректности, который сейчас такой, знаешь, просто стакан переполнен тем, кого можно сейчас обидеть и вообще унизить, я тебе скажу, что я начинаю даже подбирать слова в некоторых отношениях, что я говорю. Это немного даже обескураживает. И по поводу границ, они появились в последние года два, потому что сейчас вот в условиях тотального покрытия диджиталом по всей планете, с тем, что каждый человек может написать петицию на оргчейндж, что там то-то, 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 то-то. Мне кажется, что даже как бы не года два, потому что когда в апреле, да, это было где-то шесть месяцев назад, я как бы смотрела твой разговор с Ксюшей, это выглядело как бы довольно красиво, да, сидят два человека, рассуждают о границах допустимого, политкорректности. Ну, в общем, соглашаются с тем, что до России все это как бы не дойдет. А дальше происходит, вот проходит пару месяцев, Ксюша приходит на комментаут, и у этих же людей под на камень, у кого происходит мощный взрыв, да, вот шутка про Миннеаполис «Я с тобой» под песней «Убили негра» зашла, прямо скажем, ну не очень. Миннеаполис «Я с тобой» под названием. Выложить в ленту «Черный квадрат» с треком «Убили негра». Я не хочу вот про… чтобы в моей ленте звучало «Убили негра», это… Во-первых… Офигенная шутка! Во всяком случае, рекламодателям точно. Тебе по-прежнему кажется, что… Ну, это было норм, вот сейчас, когда ты уже вот смотришь в ретроспективе на это. Смотри, наверное, я тебе честно могу сказать, что эта история, конечно, в рамках Российской Федерации не так взволновала умы россиян, нежели… Больше взошло, конечно… Больше негатива было, конечно, Запада по этой теме, нежели там поправки Конституции или же там высказывания о хабаровчанах, либо о минчанах. Честно скажу, что эта шутка была… То, что именно про этот «Убили негра», про «Черный квадрат», это все… Ну, мы где-то в интернете это прочитали, поняли, что это очень черно. Наверное, сейчас, я сейчас думаю, вряд ли, наверное, я жалею о том, что… Мне единственное, что неловко именно… И я бы, наверное, уже не делал бы эту шутку перед Ксюшей самой, потому что я стал после интервью с ней очень тесно общаться. Совершенно кардинально на 108 градусов поменяла мне мнение. И мне неловко то, что наше шоу лишило ее неких благ, наверное, в отношении появления седых волос, висков и миллионы нервных клеток в туалет. Но… Вот меньше всего в жизни я хочу причинять именно вот такое… Людям дискомфорт, проблемы, мы не про это, мы не про уничтожение личности, мы не про уничтожение репутации. Это… Мы же про… Именно про… Наверное, чуть про вызов. Про вызов того, что и такое может быть. И вот такое может быть в наше время. Всегда должны быть белые, черные, всегда должны быть горячие, холодные. И вот в этом отношении тоже должна быть и вот такая позиция, и вот грань. И вот мы уже перманентно, наверное, каждые две недели попадаем не на ту грань. После апреля месяца, наверное, каждые две недели или три недели я постоянно нахожусь под прессингом того… Ну, как бы… Я же как ответственный за… Ну… Как сказать… Единственное медийное лицо, которое отвечает за… Я и Володю Маркони. Кто там за нашими спинами, никто же не знает, кто там придумывает. Ну, мы Володю все огребаем, естественно. И по этому поводу я-то, конечно, разочаровываюсь. Я-то… Я все больше, больше понурее хожу, говорю, ребята, нам нельзя здесь. Здесь нацменьшинства. Здесь нас точно по православию. Тут у нас… У нас сексизм. Тут у нас еще что-то. После этой истории про Хабаровск и про Беларусь в какой-то момент отписалась от Чик и Кали. Я не могу сказать, что он меня возмущает, но я об этом думаю. Потому что, с одной стороны, мне вас дико жалко. Потому что я тебя слышу, когда ты говоришь, что, блин, ну на нас наступает со всех сторон. Вот как будто вот уже конец иронии и больше нельзя шутить вообще. С другой стороны, как бы есть какие-то вещи, которые тоже, ну, нельзя учитывать. Мне как раз поразило, что вот эта история про убить негра и эта история с Нелетом вообще в России никого не задела. То есть задела история, как он может целовать там ботинок негра. Вот это типа, вот это жал, шквар. Комментарьер был. Да, 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 да. Абсолютно другой менталитет. Да, мне очень написало по поводу поправок. Мне был повален, там вообще абсолютнейший другой был дизреспект. Меня завалили проклятиями ЛГБТ-сообщества, всех возможных стран. И вот от кого от кого. Человек, которым мы пестовали вообще абсолютно любую разную любовь. И вообще приветствуем все виды, вообще, как бы сказать, все возможные дайверсити, все возможных отношений. Тут же прилетело от них, от российского ЛГБТ-сообщества, что вы сгорите в аду. Вот из-за вас вот такие шутки. И начинаешь оправдываться, но это еще хуже. Начинаешь писать тем или иным, как ты знаешь. Ребят, мы же, наоборот, об этом говорим. Чем больше мы поднимаем информационное поле по поводу поправок, тем больше об этом говорим. Мы говорим об этом как со стороны наказания, со стороны, что это плохо. Надо поддержать и рассказать о протестах в Беларуси, о протестах, непрограничащих протестах в Хабаровске. Поддержать этих ребят. Ну, мы стараемся это сделать немножко... Даже какой-то голос какой-то сейчас. Мы стараемся делать немножко с позиции шоу. И... Все. И... Заходим в очередной тупик того, что никто не понимает. О, интересно. Бойкот предателем. Выкладываешь в ленту инстаграм фото протестов в Хабаровске. Подпись. Отличай писюн от пальца. Хабаровск не Беларусь. Никак... Я не буду читать дальше. Ответ. Чихановская отметить ее, когда она увидела след от... Месячных напрократ. Прикол. Мы ничего не поняли ее. У тебя как будто бы сейчас инсульт наступил. Ты перестал, перестал произносить слова. Да слава богу, что вы не слышали такое говорить. Я не могу такое, блядь, сказать. Да вы чё, ебать? В том-то и дело, что вот, может вообще не оправдываться. Потому что, ну вот, мы такие, блин, мы сделали и сделали. Потому что эти оправдания, с одной стороны, они достаточно, ну, такие нелепые, неловкие. Блин, ну это же наказание. Типа там, знаешь, как школьники, которые мы ничего не имели в виду. Мы хотели просвещать. А тут, упс. Ну, смотри. Я точно могу сказать, что по поводу и Хабаровской, и Беларуси. Весь инстаграм был завален, естественно, поддержкой оппозиции белорусской. И мы тоже... Ну, существует же мнение, допустим, выложить в поддержку Лукашенко, это же никто бы в жизни не сделал бы. Потому что это супернаказание. Это настолько понятно, что это, прости, зло. Что вот, вот, опять же, на это же мы напоролись. Вот все наши когорты, мы сидели и думали, где мы поступили не так? Наверное, единственное, где мы перегнули, в том, что мы выпустили этот ролик в самый разгар боли. Боли национальной, национальной белорусской, более даже и такой российской. Наверное, в этом отношении мы не правы. Конечно, когда Мазученко там стоит перед этим метическим выбором, это роковое совпадение, я полагаю, это не могло быть как бы специально, да, спланированное, что там выпал Хабаровский, Беларусь. Я честно тебе скажу, что это великое видение. Это просто история, когда человек пришел в трэшовый шоу, и вот это трэшовое шоу превращается на глаза в какую-то невероятную драму. Прямо с большой буквы, понимаешь? И в этом смысле, конечно, это было круто. И, короче, шапо, Музыченко. Это вызвало какие-то вообще другие, иные эмоции, которые никакого отношения с юмором, со смехом не имеют. Обидит целый народ ради шутки для Ютуба? Ну вы что, ***? Вы чего? Что с вами? Очнитесь, ***, люди, ***, проснитесь. Я могу тебе сказать, что, может быть, это, конечно, сейчас... Но когда об этом начали говорить на пропагандистском канале «Россия-24», нам ребята позвонили, говорили, ребята, Ютуб-шоу о вашем Ютуб-шоу говорят на этом канале, про оппозицию, про митинги, все. И мы говорим, ну, наверное, что-то, наверное, где-то сработало. Что мы пропаганда 3.0, сами собой не подозреваем, мы пропагандисты Кремля. Я даже где-то какое-то такое заговорческое почитал статью, что они сами того не подозревая. Так это, а ты шутишь, а есть такая гипотеза, я тебе клянусь, вот знаешь, как про Навального, когда говоришь, что «Так он же агент Кремля». Вот сейчас типа там «Гудхов, так он же агент Кремля», понимаешь? Ох, я, конечно, по этому поводу очень сильно смеюсь, что я ночами пересчитываю кровавые деньги руками. Это, конечно, весело звучит, но страшно в реальности, потому что столько… Когда мгновенно вот пишут, допустим, «Саша, ты молодец», там «Саша там классно», ну, идет там лента такая, и когда мгновенно, ну, там 3-2 секунды, тебя хотят жечь, проклинают всю твою семью, ходи там, в общем… Непонятно, кто это пишет, понятно, что там атака, ботская атака, еще что-то, еще что-то, еще что-то, мгновенно прям сожжение ведьм, когда просто, ну вот, просто сотри, и все… И у нас такое, знаешь, еще есть… Я понял, вот за эти два года, я понял, что вот в россиянах нету такого чувства, как порадоваться, злорадствовать. Вот мы не можем порадоваться за других, мы можем только позлорадствовать. Это ужасное злорадство такое какое-то… Ты сильно переживал, честно? Я переживаю из-за того, что все думают, что я пропагандист и что-то во-другое, я-то думаю по-другому, в общем… Я, конечно, переживаю больше… переживал из-за того, что… Во-первых, мои родные переживают, им тоже приходят, они читают за меня. Я-то, знаешь, такой как бы… Я не могу сказать, что прям у меня появилась броня, но вот какое-то с течением времени все… Я все… легче, 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 легче… Это… ну как-то у меня проходит легче, я не могу объяснить… Иногда даже знаешь, что… Ну это сейчас не случай именно с Беларуси, либо с Хабаровском… Очень много пишут такого неоправданного хейта в директах, там еще что-то… И такое беспилляционное зло, что меня просто хохочу от этого, что просто… У меня просто смешно становится… Я говорю, ну господи, ну что же я вам такого сделал, чтобы прям вот так вот… Давай я сейчас чуть-чуть сужу этот вопрос, собственно, про эти карточки и про эти шутки, да, про эти наказания… Вот меня… Когда я смотрела опять же интервью с Ксюшей… Ты там очень хвалила «Лигу смеха» украинскую… И говорила, что они там так круто шутят, что, блин, вот нам даже не приснится… Когда Ксюша тебя спрашивает, а они могут шутить про Донбасс? И вот тут ты говоришь гениальную фразу… Нет, не шутят, потому что невесело… И вот мне кажется, это прямо отличная формулировка, очень простая, невесело… Вот эти вот как бы совпадения роковые, да, в комментаут… Ну, как раз невесело, скажи… Софико, это не про веселье… Я понимаю… И… Наша передача… Ну… Сейчас опять насчет… Как будто я оправдываюсь… Она не про веселье… Она именно вот про… ...оцидимо… Вот про нашу жизнь… Она реально про то… Что сейчас, именно сейчас волнует поколение, вот мое поколение 30-летних… И мы… И нас это волнуло в течение и Хабаровск, и Беларуси до сих пор. волнует нас, и мы не могли об этом не говорить. А, в рамках этого шоу… Это было невесело… И ты знаешь, страна… Мы как бы над этим и до сих пор не смеемся. Как повел себя Юра и как все это случилось, это вот, ну, мне кажется, чуть ли не один из лучших выпусков именно по тому, как может повернуться, вот как на 180 градусов может развернуться то или иное явление, допустим, шоу комментаут, которое, оно было раньше хихань-хаханьки, ели там комаров или что-то еще, и вот абсолютно правильная гражданская позиция, которая растерла все наши правила. Да, и мы не могли это не показать. Ну, на самом деле, вот сейчас я на тебя смотрю, и у меня тоже такие щемящие чувства, потому что ты человек, который должен шутить, ржать, смеяться, ты стал грустным, ты оправдываешься, ну, потому что реально к такой очень странное время мы живем, ну, вот есть такое, да, ты говоришь, вот, КВН, это эпоха была перемен тогда, ты сам это говорил. Да, ну, такой, да, переломный период, да-да-да. И сейчас тоже, как бы это ровно такое же странное время перемен, но еще гораздо больше, и тектоническое, и вообще непонятно, в какую сторону все это движется, потому что, ну, нет никакого диалога, понимаешь, что не скажи, ты не прав, что не скажи, как бы тебя забанят за хейтинг. Да, любое оправдание, любой шаг влево, шаг влево воспринимается как агрессия. Был такой очень странный маргинальный юмор Саши Гудкову, у которого был полотно хейтера, но потом интернет победил телек, и Гудков стал одним из самых востребованных творцов вообще в этой области. Сейчас он сидит затравленный, понимаешь, и говорит про границы. Я сейчас пытаюсь вот этим нашим разговором как-то описать то странное время, в котором мы живем. Мне просто реально искренне интересно, вот каково вам сейчас юмористам, которые вообще на передовой линии, да, жить во всем этом, когда у вас каждые две секунды все взрывается под ногами там. Вот как вы вообще сейчас живете, какие правила для себя выводите, когда у вас, вы просто на минном поле практически. Такой вопрос, конечно, фигурный. Живем как живем, я не скажу, что мы прям ходим в бахилах, да, ходим в бахилах или ходим с миноискателями, что-то в этом роде. Все так идет, как идет, я не встаю в тот раз в кровати, ох, какая хтонь, что мне нельзя ни про что пошутить. Саша, иди умывайся и в гроб ложиться. Нет, ну, Софико, правда, все в порядке будет, я уверен. Я в этом отношении супер оптимист. У меня очень много всего этого эндорфина, все классно, гормонально все, так что выдержим. Закрыли тему комментаут, еще один подрыв, это вот этот клип «Бум-бум», который тоже вызвал такую волну хейта, там сотни тысяч дизлайков. Мне удивило, я до конца не очень понимаю, что случилось. Как ты думаешь, почему так произошло? Как тебе сказать, опять же такое русофобское, какая-то сейчас я скажу, хотя подумаешь, что я какой-то... У нас не разрешено, или даже не разрешено, а как бы, вот, женщина не может шуткануть. Как бы, если бы это был какой-нибудь, допустим, Коля Басков или там еще что-то, ему, конечно, бы все списали, как на какую-то шутку и там все это в этом роде. А тут певица номер один, которая никогда в жизни такое не делала, и вот и песня такая, как бы сказать, сразу в разряд TikTok, и движение не те, и тема такая чуть-чуть феминистическая, и все. И как бы все это сложилось в одной... Да еще и рэпера взяла, которого все очень любят. Все писали, Глеб, Глеб, опомнись, там, вернись. Ну, встречение обстоятельств вызвало очень много негатива. Не то, что не поняли, а то, что ну, это, ну, как бы вот, ну, нельзя же так. Как бы не положено, ну, что это, как-то вот так. Вот, мне кажется, 90% людей, вот, когда я спрашивал, никто не может объяснить, что не так-то, что там, что не то-то, что, что... Вот, как будто бы нельзя было так делать. Я не знаю, почему. У меня такое ощущение, что ты там, как бы, попал вот под перекрестный огонь, да? С одной стороны, там, мужскому полу не понравилось, как вы над ними издеваетесь, с другой стороны, феминисткам показалось, что это, как бы, не очень искренне, и что это все такая эксплуатация, да, модной тематикой. Говорили в YouTube, там, два года назад, ну, модное слово, как бы, не трушно, что ли. Вот, как ты считаешь? Я понял, я понял тебя, что в этом нету искренности, наверное. То, что ты любишь, Саш, как раз, вот, легкость и искренность, да? Согласен, есть такое. Это чуть-чуть продуманная штука была, да, согласен. Я скажу, что это был тяжелый проект, в плане того, как все это принималось, придумывалось. Вот, прям, вот, перепродюсированный, короче. Наверное, в этом есть такая тема, да. И никогда в отношении света никогда не говорили плохо. А это вот там такое обрушилось новое информационное поле, что вот, все же, Лобода была такой отличницей, всегда она делала секс, клипы всегда выглядела хорошо, на пятерку, на десятку даже. И вот тут такое вот. Сейчас вот 2020 важен даже, как тебе сказать, важно информационное поле. Если о тебе, вот, сейчас вот, абсолютно тоже пример, в чем-то моей, как бы, любимой героини Наташи Королевой и Иже Сергеем Глушко. Они же сейчас везде, просто везде. Информационный повод ужасный. Ну, мне так приятно, что о них говорят. Мне так приятно, что они снова всплыли. Все ужасно, такое, ну, такое желтушное, такое немножко, вот, такое, ниже Бельевское. Но я их вижу во всех уже пабликах, во всех, где, возможно, и мне приятно на душе, такое, знаешь, как будто, какая-то вот, как будто, а какая-то птица Феникс воскресли вот из этого ужасного скандала. Ну, вот, в наше время, мне кажется, вот 2020, это вот про инфополе. Вот важно, чтобы вот вокруг некого явления очень ходило массу вот таких вот противоречивых каких-то осуждений. Надо, чтобы было не, вот, чтобы было биполярно. Мне кажется, что вот такое какая-то. И тогда это, чтобы неравнодушно. И тогда это вот имеет право на какое-то дальнейшее существование. Может быть, я сам куклу. Но мне кажется, что именно вот 2020 год, он вот такой, он непонятный. Вот именно все, что вот в этом году происходит, вот оно все абсолютно полярное мнение у всех. Ну, кроме коронавируса, конечно. И то. Санечка, ты совершенно прав. Благодаря Наташе Королеву и Тарзану мы и выживем, собственно, в этом сумасшедшем времени. Золотые слова. Солота. Спасибо тебе большое. Мне, правда, было очень-очень интересно. Спасибо, Софига. И очень приятно с тобой порассуждать на эти темы. Спасибо огромное. Всем привет. Все. Пока, Саша, пока. Пока. Давайте, не болейте. Субтитры подогнали Симон.